Добрый день всем! Меня зовут Юлия Белонок, я методист школы Skyeng. Погласитесь, слова сами собой не запоминаются. Даже если студент запишет слово в блокнот, это еще не значит, что он его запомнит. Как же быть? Давайте рассмотрим эффективные стратегии работы на уроке. Итак, какие же шаги помогут студенту запомнить слово лучше? 1. В идеале незнакомые слова должны встретиться в контексте. Тексты для чтения, аудирования или речи преподавателя. Контекст поможет студенту понять значение слова. Шаг 2. Проясните значение слова с помощью дефиниций, синонимов-антонимов, картинок, ситуаций, примеров, жестов и т.д. Используйте яркие примеры, что-то интересное. Недавно на моем уроке в качестве Target Vocabulary было слово confused в значении смущенный. Я привела студенту такой пример. Yesterday I went out and I forgot to wear my skirt. How did I feel? Confused. Мы посмеялись вместе со студентом, но я надеюсь, что он это слово запомнит. Шаг 3. Если возможно, используйте иллюстрации. Также студенты могут для себя придумать ассоциации, как визуальные, могут придумать, чем ассоциируется, с каким запахом или с каким звуком ассоциируется это слово. Также используйте жесты. Это поможет студенту запомнить слово. Например, grab the power. Шаг 4. Поработайте над формой слова. Покажите, как это слово сочетается с другими словами, какие предлоги используются после него. Лучше давать не отдельные слова, например, enjoy, а словосочетание enjoy a show. Так в будущем студент, скорее всего, избежит ошибки, такой как enjoy of a show. Шаг 5. Поработайте над произношением слова. Дайте студенту транскрипцию и подчеркните ударный слог. Также попросите студента повторить слово за вами несколько раз. Даже если это студент высокого уровня, то подобное повторение поможет ему запомнить слово лучше. Шестой шаг. Студенты отрабатывают новые слова в контролируемой практике в начале. Это может быть заполнение пропусков drag and drop. И не затем в свободном говорении. Например, монолог, в котором они могут использовать новый вокабуляр. Что же делать, если слова нужно помнить долго? Нужно их перевести в долгосрочную память, наш архив. Для этого нам необходимо организовать серию повторений. Первое повторение немедленно после преподавателя, когда мы отрабатываем произношение. Второе повторение. Сразу в конце урока. Здесь помогут так называемые revision activities. Самое простое это попросить студента называть те слова, которые вы выучили на этом уроке. Также можно проверить, помнит ли студент значение этих слов. Например, задав вопросы. Which word means a big Christian church? Или показать список изученных слов и попросить их разбить по категориям. Третье повторение. Через один-два дня. Вот почему так важно делать домашнее задание. И преподавателю необходимо включить домашнее задание, упражнение на отработку новой лексики. Четвертое повторение. После двух-трех недель. То есть это повторение слов на уроке. Со своими студентами я часто использую такое activity, как given definitions. Пример вы сейчас видите на экране. Мы по очереди даем определение этим словам, но не называем само слово. Задача угадать, какое слово это. Пятое повторение. Это спустя 2-3 месяца. Можно дать progress test, когда вы прошли несколько юнитов. И если возникают какие-то проблемы, то студент возвращается к этой информации и повторяет ее. Мы надеемся, что данные шаги помогут вашим ученикам запомнить слова лучше. Всем удачных уроков! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!